Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников Ян де Бир, ранее известный как мастера миланского обожания. Луфломандским художником, рисовальщиком и дизайнером стекла, работавшим в Антверконе в начале 16 века. Он считается одним из наиболее известных членов свободной группы художников, действовавших в Антверконе и его окрестностях в начале 16 века, известной как антверканские маньеристы. Весьма уважаемый в свое время он управлял большой мастерской, выпускавшей религиозные композиции. Ян де Бир родился около 1475 года в семье художника класса де Бира. Он родился в Антверконе. Ян де Бир прошел обучение у Гиллиса Иван Эверена, художника большой мастерской в Антверконе. Затем он, вероятно, несколько лет проработал ассистентом в Антверконе. Ян де Бир стал мастером антверканской гильдии Святого Луки в 1504 году. В 1515 был избран ее деканом, должность которой он занимал по крайней мере до 1519 года. В какой-то момент он вступил в конфликт с гильдией и даже подал иск в 1519 году относительно управления гильдией. Я пользуюсь переводной википедии. Ян де Бир был связан с другими выдающимися художниками антверканской школы, такими как Квентин Максис. Ян де Бир и Максис были приглашены судить в споре о качестве расписанного и вырезанного алтарного образа, заказанного для города Дюнкерк в 1509 году. Другим художником, с которым он был связан, был ведущий пейзажист Йохим Паттинир. И оба художника, возможно, сотрудничали по заказам. В 1508-м Ян де Бир женился на дочери пивовара Катлини Вегерс. Пара поселилась в Пантверпене и примерно в 1509 году у них родился сын, которого назвали Эрд или Арнольд. Эрд был, как и его отец, художником и дизайнером по стеклу. Умер в молодом возрасте в 1540 году. Ян де Бир управлял Большой мастерской и с 1510 года брал учеников себе в помощник. В нее свой вклад во временное оформление радостного въезда эрцгерцога Карла V, впоследствии императора Священной Римской империи. С 1519 по 1528 год имя Ян де Бира больше не появляется в архиве. В документе, датированном 10 ноября 1528 года, художник упоминается как умерший. Скорее всего, он умер в своем родном городе Антвер. Творчество Ян де Бира состоит примерно из 20 картин и 12 рисунков. Известны только две работы с подписью, картина с частичной подписью и учебный лист с головами. Это в британском музее они находятся. Впоследствии подписаны Де Биром и датированы 1520 годом. Его картины включают отдельные панели, триптихи и фрагменты алтарей. Ян де Бир был представителем антверденского маневизма и единственным представителем этого движения, который все еще пользовался известностью после своей смерти. Итальянский биограф Людовик Эгвич Ардини включил в Де Бира свой список знаменитых нидерландских художников в 1567 году. Имя художника оказалось полной неизвестности в конце 16 века и было вновь открыто только в начале 20-го. Точный объем творчества художника до сих пор полностью не установлен, поскольку искусствоведы не пришли к единому мнению о том, какие работы следует приписывать художнику. Из-за неодинакового уровня работ, приписываемых художнику, были предложены различные теории о роли его помощников в конкретных работах. Как и другие представители антверденского маневизма, Ян де Бир и его мастерская рисовали религиозные произведения и алтарные изображения. Большинство работ посвящены сценам, связанным с ночным Рождеством Иисуса и поклонением Волхову. Его работа отличается изысканным колоризмом и эмоциональной и психологической глубиной. Историк искусства Фридлендер определил несколько характеристик стиля де Бира, таких как готическая архитектура, рапированные шторы, развивающие фигуры и одежды, которые простираются до земли или заканчиваются точкой. Вот так вкратце данные из интернета о художнике Ян де Бир и ранее известного как мастер миланского бажа, дипломанский художник и рисовающий. Пока-пока, до свидания, смотрим Работу. Субтитры создавал DimaTorzok